Здорово пробил Андрей. Сильный удар получился. Ну, жаль для Андрея, что не в угол, конечно. Подача. Ли! Мяч в поле. И! Ну! Наконец-то! 61-й номер! Ха-ха! Ну, недаром привезли. Ну, вот видите, и раньше уже могли добить этот мяч. Киржаков возвратил. Мяч в штрафную. Там была борьба. Вот он, Теке, забивает первый мяч в составе «Зенита». Вот еще раз смотрим, что получилось. Вот только не было офсайда у Киржакова. Нет, не было. По штрафную. Мать и Хаген был. И Ким уже мог забить, кстати говоря. Но хорошо сыграл Близнюк. Да, Близнюк отбивает мяч, а Теке закатывает мяч в ворота. Дикадвокат был вне себя. Правда, долго хмуриться голландскому тренеру не пришлось. Его команде понадобилось менее 180 секунд, чтобы восстановить равновесие. Ким Донжин ввел мяч из аута. Андрей Аршавин выдал передачу ближе к центру штрафной на Ширла. Тот бил по воротам и с его ударом. Василий Хомутовский, судя по всему, справился бы без проблем. Но Фатих Теке... Ну, по угловой уже ощущаете. Четвертый угловой. Преимущество «Зенита» территориальное. И мяч летает в ворота. Поздравляет Теке. Вот уже гладят его ногу, потому что третий мяч. Но давайте рассмотрим. Мне показалось, что все-таки мяч коснулся защитника. Ну, сейчас увидим. Там был... Но, во всяком случае, Теке первый коснулся этого мяча. И счет становится 1-0. Ну, вот и территориальное преимущество воплощено в гол. Четвертый угловой закончился взятием ворот. Теке. Еще раз смотрим. И в ногу, мне кажется, Денисовый мяч попал. Он смотрит в пол и не видит, кому можно даже руками отбросить мяч. Но уж ногами тем более. Хороший момент. Удар и Теке. Неужели Теке? Точно. Четвертый гол Теке. Великолепный пас Андрея Аршавина. И Зенит выходит вперед. И как же Теке сейчас делает вот эту микропаузу? Обратите внимание, как он подождал. Может быть, какой-то другой футболист сходу бы пробил. А он все-таки выдержал паузу. Увидел, куда двинулся вратарь. И тогда четко послал мяч в ворота. Вчера Теке исполнилось 29 лет. Великолепный подарок. И нам прежде всего. Я имею ввиду тех, кто на стороне Зенита. И вот, смотрите, игра Теке в стенку. Пас Аршавина. И здесь Аршавин хороший. Одним касанием Андрей. Вот нашел, видел. Подержал, задержал слегка ногу. И Чичкин уже убежал. Убежал. Домингес. Алехандро Домингес. Пас Анюков. Анюков штрафной. Пас вдоль ворот. И почему-то упал на 11-метровый Андрей Аршавин. Риксон бьет. Хороший удар. Еще удар Теке. И мяч влетает в ворота. Теперь уже гол этот засчитывается. То есть никаких не было вне игры. А в сайдов. И это мощная атака. Вы посмотрите. Каким-то... Тремя сейчас. Тремя темпами атаковал Зенит. И добили своего. Причем Теке бил уже. Вот оно мастерство форварда. Вот здесь. Аршавин неожиданно упал. А какой пас был Анюков получил от Домингеса. И вот пробивает Риксон Теке первый. И не сильно бьет. А четко мяч опускает на землю. И тот влетает в ворота. Вот он быстрый гол. Об этом можно только мечтать. 1-0 впереди Зенит. Да, даже вот эта атака сейчас, вы знаете, именно тремя темпами. Домингес. От Доломякова. Это как классика вообще. И вновь индивидуальное мастерство форварда Зенитца Фатиха Теке, забившего прекрасный гол головой, сказалось. В такой ситуации не каждый бы сумел использовать весьма сложный удар. Но не слишком агрессивный в этом матче Фатих принес очков багаж Зенита. Зыряновым, Зырянов. Здорово обыграл сейчас Дмитрий Камбаров. Опасный момент. Удар! Гол! И вот так Зенит начинает второй тайм. Выходит вперед Фатих Теке. И Николас Ломбард забивает свой первый гол в зенитовской карьере. Очень, на мой взгляд, хорош был в этой игре Аршавин. Феерил по-всякому. Мне кажется, даже не хотел забивать просто. Хотел забить обязательно красиво. Но мяч в ворота не шел. Зато Теке на 79-й минуте уже практически ничего не оставалось, кроме как замкнуть передачу Павла Погребняка. И, собственно говоря, установить окончательный счет в этом поединке. 4-1. Все ясно в этом матче. Зенитовцы одерживают на выезде важнейшую победу над Спартаком из Нальчика. Возможно, они еще один раз забьют. Да, забили. Фатих Теке вознагражден. И, между прочим, Андрей Аршавин, который становится автором голевой передачи. Как и в матче первого круга, Зенит опять забивает в компенсированное время. 3-0. Дело сделано. Фатих Теке. Четвертый мяч в 14 играх. Радость теперь уже не скрываемая на лице Дика Адвоката. Питерский Зенит выходит на первое место в таблице чемпионата России по футболу. Гол, конечно, сделал Аршавин. Ускорившись, стянув на себя двух защитников, отдав точную передачу. И это компенсированное время. И это на фоне тех разговоров, частых, что Аршавину хватает времени не на 90, а всего на 60 минут игры. Нет. Вот оно, доказательство перед вами. На раскисшем поле, тяжелейшем. В игре, где уже все понятно, капитан российской сборной играет до конца. Молодцы. Молодцы, ребята. Все по делу абсолютно. Даже те, кто в этом сезоне болеет против Зенита, должны признать. Питерцы этот матч выиграли. Третий играет лишь во втором тайме. Зырянов. Домингес. По-моему, не вовремя сделал передачу. Тем не менее, Теке гол. Пяткой забивает Фатих Теке. Но ничего хуже для греческой команды не придумаешь. Мало того, что ввели и теперь уже проигрывают. Еще вроде бы и момент был не самым опасным. Да к плюс тому и Турок забил. 3-2 впереди Зенит. Ну что, получился. По развитию счета просто роскошный матч. Кто бы здесь не выиграл, победа будет волевой. Но не пяткой, ладно, не пяткой. Просто щечкой срезал мяч в дальний угол. Фатих. Хотя хотелось увидеть и больше. Аршавин. Домингес. Теке надо забивать. Гол. Фатих Теке. Андрей Аршавин рванулся в штрафную. Он был открыт. Но разобрался сейчас Домингес. И Теке не стал бить. А просто кинул мяч. Вы знаете, как рукой. Кинул в угол. 3-2. Блестящая разыгранная комбинация. 3-2. Ну, давайте посмотрим еще раз. Аршавин. Бас Домингес. Смотрите, как Аршавин бежит штрафной. И за ним побежал защитник. Убежал за ним защитник. Оставил Теке без присмотра. Еще раз. Видите, маневр защитника. Пятый номер. Это Миша Лашвили. Не в ту сторону побежал. А Теке точно направил мяч в угол. 3-2. Тимасчук. И атака вторым темпом приносит долгожданный результат. И вновь связка Домингес-Теке в центре нашего внимания. Но на сей раз, наконец-то, слава богу, результативно. Домингес буквально испахал все фланги. И, наконец, на левом нашел счастье. Широков здесь поборется. Губачян очень хорошо увидел Риксона. Риксона нужно сделать хорошую передачу. Хорошая передача. Теке. Отлично. Гол. Вот это здорово. Браво. Второй пришел первый раз, пришел второй, да? Помните, в первом тайме? Та же самая, капитан, чуть повыше пробил Теке. А ну, а сейчас... Сейчас Теке. Получил, поборолся в борьбе. С левой ноги сделал хорошую передачу. Теке, имеется, вот, с автор и автор гола. Ему Фати так и сказал, говорит, левой ногой дал передачу. Вот смотрим, хорошая передача. И практически в девятку залетает мяч. Как он увидел сейчас-таки? Никто не помешал. Вот, на ворот будет хорошо видно. Опять же, вратарь вышел на перехват и не успел. Не успел он выйти. Красивый гол. Не, он успел, но решение неправильное. Он уже выходил к тому, что, видите, остановился уже. Полу-позиция оказался. Он сам себя поставил в такой ситуации. Но это тоже важный момент, потому что 2-1 игра бы... Ну что, 3-1. 3-1, это уже на многое настроение. Зава, подача углового Аршавиным. Теке. Фати в Теке. Все-таки добился своего. Посмотрите, как радуется Дик Адвокат. Потому что, наверное, тренер всегда доволен. Он определял состав. Ну вот, смотрите. Мяч попадает в ворота. До этого была штанга. Была перекладина в первом тайме. Во втором уже была боковая стойка. И вот сейчас мяч летел в ворота. 5-0. 47-ая минута. Фатих Теке. Фатих Теке. Тимасчук перевел мяч за спину. И Теке, знаете, как в хоккее. Подставил вроде бы клюшку, а на самом деле ногу. И четко отправил мяч под перекладину. Сколько же Теке-то забил у нас в чемпионате. Ну, смотрим еще раз. Смотрите, угловой. Тимасчук. И Теке сразу же одним касанием. Да. Обескуражены. Гости. 6-0. Ширу. Домингес. 89-ая минута матча. Пас Аршавину. Теке. Мне игры нет. И 8. Аршавин подарил сейчас мяч. Буквально подарил. Фатиху Теке. Хет-трик. Первый хет-трик Теке. Ну что ж, когда такая команда, можно и так атаковать. 8-1. 8-1. После первого тайма было 4-0. И во втором 4-1. 8-1. Аршавин. Конечно, мог и сам забивать. Но лучше отдать партнеру. Длинная передача. Вперед. Отличный момент у Фатиха Теке. Бьет он. Гол забивает Фатих Теке. Сравнивает Турок счет. Воспользовались все-таки ошибкой. И Фатих Теке этой ошибкой воспользовался. Зенит Баты 1-1 за 10 минут до конца основного времени. А кто сделал передачу, Владимир? Роман Широков. Сатурн грамотно оборонялся. Когда показалось, что матч уже не спасти, Аршавин пробил и за штрафной. Денисов догнал мяч практически на лицевой линии. И подал его во вратарскую. Где-то Теке в своем стиле сыграл на опережение. 2-2. Вскоре Тимошуку предоставилась еще одна возможность продемонстрировать силу своего удара. Игорь Семшов зацепил Данни. Штрафной. Тимошук пробил сильно, красиво, но не точно. Мяч прошел и мимо стенки, и мимо ворот. Но спустя две минуты Габулов все же капитулировал. Теке не сильно ударил, и мяч, совершив путешествие защитник штанга, все же отправился в ворота 1-1. Но додавить соперника Зениту все-таки удалось. Наконец-то отличился Фатих Теке. Кстати, Сатурну в первом домашнем матче он забивает регулярно, даже выходя на замену. Да, мы сегодня сделали, наверное, скажу, муж громко, невозможное. 3-0 в Томске, такое еще не давалось ни тому. А за счет чего кого? За счет чего? Наверное, мы сильнее. Третий гол, вышедший на замену Фатих Теке, благодаря отличным индивидуальным действиям Зырянова, обыгравшего всю защиту Томи, издевательски забивал уже в пустые ворота. Зенит впервые крупного играл в Сибири, а томские болельщики теперь ищут ответ на вопрос. Какая Томь настоящая? Та, что победила в Лужниках ЦСКА, или та, что ни разу за 90 минут не попала в створ ворот Зенита? Сергей Михальков, Сергей Геров, футбол России, Томск. Сарсанев все время на ногах, но при этом, ох, как ошибаются защитники. Результат матча теперь уже... Понятен, Зенит берет три очка. Никаких по этому поводу сомнений быть не может. Впрочем, и до этого не было. Ну, так... Счет и ситуация на поле безнадежная. Ну, красноречивая... Красноречивая мимика с Арсанией, хоть ты будь 10 раз. Капелло или Фергюсоном. Ну, если защитники с вратарем будут вот такие голы позволять забивать нападающему, то о чем здесь можно говорить? Фатих-Теке. Молодец. Поборолся. Проткнул. Этот мяч в ворота и 3-1. Классный пас, кстати, отметим из глубины поля. Неразбериха вратарь и... На молниеносную передачу не менее быстро откликнулся Теке. Удар головой и счет равный. Сегодня-таки наиболее интересен. Невероятно, что устал к концу матча, но он был на острие. А так, и он забил гол, и максимально проявил себя профессионалом, и это заметно. Инбайо ошибся в простой ситуации. Это раз после этой ошибки определенная такая стрессовая ситуация, которая позволила Зениту перехватить инициативу. И, конечно, Зенит в этот период был хороший. Он имел момент. И Лонберс. Ну что ж, Мейера должен себя проявить. Хорошо, Корниленко сбросил под удар. И угловой. Третий угловой. Пусть и подал. Удар! Нет, нет. Все, показано, показано. Вы знаете, я посмотрел на бокового. Он побежал в центру. Значит, взятие ворот состоялось. 1-0. Зенит повел. Уже из ворот выбивали. Но сейчас посмотрим. У нас достаточно камер, чтобы рассмотреть этот эпизод с разных сторон. Кто же забивал? Корниленко? Не знаю, кто же забивал. Посмотрим. Ну, Тике, по идее, кажется, он и забил. По тих-тыке. По тих-тыке. Да, по тих-тыке. О, вот даже от перекладины мяч опустился в ворот. Он уже в перекладину попал с другой, с внутренней стороны. Пример зачарования для турецкого нападающего закончилось на 24-й минуте. И сделано все было по высшему разряду. Тике получил мяч штрафной и точным ударом противоход оставил неудел и защитников, и вратарь Ахимок. Казалось бы, самое время задуматься о действиях собственной обороны, но намек химчане не поняли. Поплатиться за пижонство у своих ворот подопечный Сарса не могли еще в первом тайме. Однако футбольные боги рассудили иначе, оставив основные события на вторую половину игры. Именно после передачи Розины на Зырянова счет в матче сравнялся. У полузащитника не получился удар, но самым расторопным в этом эпизоде оказался Фатих-тыке. В одно касание переправив мяч в сетку. Несмотря на это обстоятельство, все-таки зенитовцы ушли на перерыв, ведя в счете. Алисандр Розина в непростой ситуации нашел выход для продолжения атаки, а Фатих-тыке отличился, пробив точно низом в дальний угол. Во втором тайме на 63-й минуте уже Текке взял на себя функции ассистента, и Розина в одно касание переправлял мяч в ворота, но Нальчик спасла штанга. Наверное, это и был ключевой момент для Зенита в смысле потери очков. Если первый удар Матея Кешмана был, что называется, из серии по воробьям, то на 19-й минуте прорыв серба в штрафную заканчивается куда более опасным моментом. Мяч летел настолько сильно, что голкипер Террика Андрей Дикань не успел среагировать руками, отразил удар практически лицом и получил небольшой нокдау. Но на 27-й минуте Дикань оказался бессилен. Подачу Ширла с левого фланга замыкает Фатих-тыке. Прыжок получился на загляденье. Нападающий на мгновение завис в воздухе, и через секунду мяч оказался в сетке 1-0.